4 ноября россияне отметят День Народного Единства. Этот праздник в отечественном календаре относительно недавно, с 2005-го. Как удалось выяснить нашему корреспонденту, появлению Красного Дня Календаря, а значит и выходного, ярославцы, конечно, рады, хотя до сих пор не всегда точно представляют, что именно они празднуют и с какими историческими событиями связан этот день. Нина Свечникова рассказывает. Во дворце культуры Добрынина царит оживленная суета. В преддверии Дня Народного Единства здесь традиционно устраивают большой концерт, в котором принимают участие лучшие коллективы. Сами артисты убеждены, праздники людям просто необходимы. На них можно и свои таланты показать, и на других посмотреть. Праздники сближают людей, дают людям какой-то повод выйти. Отвлечься как-то от работы. С какими событиями российской истории это праздник связан? Не могу ничего сказать. Это мини на Пожарске объединяли народ против борьбы с иноземными захватчиками. Ах, сейчас скажу вам, какие были захватчики. Не помню, если честно, помню, что иноземные. В канун Дня Единения творческие коллективы продемонстрировали отличную взаимовыручку. Если кто-то спотыкался при ответе на вопрос, тут же находился тот, кто приходил на помощь. Почувствовать какие-то положительные эмоции, разделить их все вместе. А вот сам праздник, с чем он связан, с какими событиями? Ополчение противолжил Дмитрия. Мини на Пожарске именно с Ярославля начали. Младшее поколение артистов тоже радо ноябрьскому празднику, ведь впереди выходные и каникулы. Повеселиться, чтобы отдохнуть от тусклой, унылой жизни. С какими событиями связано? Я не знаю, я еще такого не проходила вообще в школе. Из-за победы русских войск, по-моему, над кем-то, не помню. Не помню, но, по-моему, это связано с какой-то войной. В зале в этот день буквально яблоку негде упасть. Публика самая благодарная. Много родственников самих артистов, бабушки и дедушки, мамы и папы. Поздравить всех с праздником пришли и представители городской власти. Они без запинки и шпаргалки говорили на тему Дня Единения. Отмечали, что ярославцам здесь есть чем гордиться, ведь эта страница истории 17 века затронула и наш город. Именно в Ярославле формировалось ополчение, которое освободило Москву от польских интервентов. И наши предки завещали нам жить в единстве и беречь свою родину. В память об этих событиях 4 ноября в 12 часов в Ярославле возле часовни на Катарстной набережной состоится митинг. Он по сути объединит два праздника – День народного единства и День казанской иконы Божьей Матери. Нина Свечникова, Игорь Мосин.